Давайте посмотрим, как седьмой текст расскажет нам о том, что Кришна упадана карана. О завыватель богатств! Нет истины выше Меня. Все сущее покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Представляем себе нить, и на этой нити нанизаны жемчужины. Вот у вас есть катхималы. Они, может, не жемчужные, но принцип тот же самый. Катхималу видите, а нить видите, а нить не видите. И кажется, что катхимала сама по себе висит. Но на самом деле она сама по себе не может существовать, как целое что-то, если там не будет нити. И вот эта нить, на которой держится все, что мы видим вокруг, является Кришной. Другими словами, все элементы, которые мы видим, это Кришна там внутри. Если его оттуда вынуть, что будет, если вынуть нить из этой жемчужной, ожерель, этого жемчужины? Они рассыпятся, и жемчужное ожерелье перестанет существовать. И интересная вещь, конечно, если бы мы так видели, то у нас вопроса бы не стало, не вставал никогда вопрос, должен ли я служить Богу или нет. Автоматически мы чувствуем себя полностью зависимыми и обязанными Богу. На самом деле вот эта нить, она не только в предметах находится. Она находится так же в вас, как в сознании. Если эту нить вынуть из сознания, то сознание перестанет существовать. И то, что вы существуете, я существую, это только потому, что там находится эта нить. И для того, чтобы мы могли представить и увидеть эту нить, дальше идут примеры, позволяющие нам хотя бы до какой-то степени понять, что действительно нить находится в этом месте. В детстве читал фантастический рассказ про одного человека, он ослеп, с рождения был слеп и никогда не знал, как выглядит реальность. И какой-то человек, доктор, изобрел новый метод возвращать зрение. Он сказал, я могу тебе сделать операцию бесплатно. Я первый раз делаю, правда. Если получится, то ты обретешь зрение. Не получится, а что тебе терять? В конце концов, у тебя все равно глаз нет. И тот согласился, и сделали операцию. Он лежит на кровати. Он никогда ничего не видел в жизни. И вот он лежит на кровати, и он понял, что он что-то видит. Он понял, что какой-то шар блестящий. Оттуда как салют, как фейерверк, оттуда выходят какие-то частицы. Потом он стал приглядываться, он начал увидеть какие-то линии вокруг. То есть он начал видеть электрический ток. Понимаете, какой стал выглядеть его мир, да? Он везде видел эти нити. Он не видел дома, он видел просто кабель. И в зависимости от того, какое напряжение, разных цветов. Его, знаете, использовали как прибор. Просто его наняла электрическая компания, чтобы видеть, где там утечка электричества, разрыв. И он просто ходил, зарабатывал много денег. Говорит, ну я тебе могу вернуть зрение, настоящее зрение. Он говорит, нет, мне нравится такое. Я к чему-то говорю, что человек, который обретает это мистическое видение, когда он выходит из гун, Кришна дальше скажет, то тогда он везде видит эту нить. Но в нашем случае мы всегда будем понимать, мы всегда будем видеть Кришна. Кришна здесь присутствует. Кришна присутствует. Все по его воле происходит. Он не митакарана и упаданакарана. Чье это кришнинское? Кто сделал? Кришна сделал. Кто я, кришнинский слуга? Что мне делать? Служить Кришне надо. Седьмая глава, если... Ну, конечно, нить же все, нить. Все его энергии, все он держит. И для того, чтобы нам понять, как он все пронизывает и что все держится на нем, Кришна сейчас в нескольких стихах прокомментирует эту нить. То есть, начиная с восьмого стиха, это комментарии вот к этому понятию нить, что Кришна – нить, на которую нанизаны жемчужины. Субтитры создавал DimaTorzok